Субтитры делал DimaTorzok Сейчас я соберусь тоже настроить. Да мне тоже, наверное. Сейчас мы тебя по ходу, Серег, настроим. Всем привет, и с вами снова «Психологический портрет». Но сегодня у нас в гостях не игрок, а наш тренер Халли. Серега, спасибо, что пришел сегодня. Спасибо, что позвал. Сегодня, так сказать, постараемся внутрь заглянуть твоей души, но так, чтобы тебе было комфортно. Поэтому давай настраиваться на такой спокойный, там, ни о чего, не, так сказать, сейчас слово подберу, необязывающий, скажем так, разговор. Готов? Поехали. Начну с простого. Серег, как ты вообще пришел вот в Counter-Strike? То есть как получилось так, что ты стал тренером вот этим именно заниматься? Ну, моя жизнь складывала следующим образом то, что было, как у всех, учеба. Параллельно у меня с первого компьютера начинал играть в CS. И занимался футболом профессионально. До 14 лет дальше получил травму. Можно здесь немножко паузу возьму? А насколько профессионально? То есть у тебя был какой-то разряд или ты там, ну, типа 5 дней в неделю? Ну, я играл... Я играл 6 дней в неделю. То есть у меня были тренировки. Я играл в НИКе, в МКМ. Это такие тир-2 московские школы. В 14 лет. До 14 лет, да. После получил травмы. Плюс появлялись какие-то еще интересы. Погулять там, в CS поиграть. И потихоньку начал перестраиваться. И помню, в 14 лет посмотрел какие-то первые турниры. Даже съездил на Code of Five в Москве, который проходил на Белорусской. И там были MTV-команды и Зоника. У меня есть фотка, где я вот такой вот стою и Зоника вот такой вот. Вот. Меня это все впечатлило. В том же возрасте я познакомился с Эйзидом. И мы поехали на первый LAN. Он был на ВДНХ. В клубе 4Game назывался. Мы приехали на первую игру. У нас один человек, с которым мы не были знакомы, не приехал на турнир. Ничего не ответил. Мы нашли парня в клубе. Он сыграл за нас. И первую игру мы играли против Леши Увердрайва. Вот. Мы побороли, взяли один или два раунда. Вот. И я помню, я тогда до метро шел с рюкзаком. Он думал, я больше никогда в эту игру не зайду. Вот. Ну, продолжил играть. Мне это всегда нравилось. Был перекос в сторону именно игры, а не учебы. Мне это было интересно. И до 19 лет играл профессионально в 1.6. У меня были какие-то зарплаты, контракты даже минимальные. После этого был переход на CS GO. И тогда она мне не понравилась. У меня была возможность сыграть. Я даже в CS GO поиграл в Rush 3D. По-моему, называлась Сдоси Фоксом. Но тогда как-то не зацепила. И казалось, что пойду работать там в реальную жизнь. Так скажем, не прошло. Лет 5-6 мне позвонил Леша Увердрайв и как раз предложил попробовать потренировать на тот момент Испаду. Угу. Вот. Я пришел в Испаду. И я почувствовал, что это то, чем мне нравится заниматься. Потому что на протяжении всей жизни мне нравился именно соревновательный дух. Адреналин, вот эта история. И потихоньку дальше найти. То есть до Испада ты вообще не тренировал? Нет. Испада первая команда моя была в плане тренерства. Но я когда играл сам в 1-6, я либо там вторым коллером был, либо первым коллером был. Но я не справлялся с эмоциями. В силу возраста, темперамента в том возрасте было непросто. Слушай, а как так получилось, что вот Леша тебе позвонил так, ну... Как бы... Он знал, что вот, ну, ты там хороший коллер. То есть откуда у него информация была? То, что... На основе чего он сделал вывод о том, что ты мог справиться? А мы много играли турниров в 1-6. Ездили на разные соревнования. Что-то выигрывали. Играли два на два. И он всегда видел. Потому что когда ты играешь с Лешей, не выплёк Леха. Надо играть за двоих. Говорить за двоих. Вот. И у меня это хорошо получалось. И мы друг друга дополняли. И у меня всегда были задатки именно понимания игры. То есть как выстраивать процесс. Как должно работать. И интересно это было. Класс. А ты упомянул, что вот когда пришел в команду, ты вот почувствовал, что тебе это нравится. Вот этой соревновательной атмосферой. Есть еще какие-то компоненты вот тренерской работы, собственно, которые вдохновляют тебя на твою работу. То есть благодаря которым там ты вкладываешь свои усилия вот в эту работу. Наверное, одно из главных это понимание то, что ты дал что-то людям. Обратная связь. То, что ты подтолкнул к тому, что человек вырос. Он показал какой-то результат. Именно помощь. Соревновательный дух. И вообще стратегическая составляющая выстраивать общие процессы немаленького коллектива. Вот эти, наверное, три основных. Угу. Слушай, у меня был такой вопрос. Я его хотел чуть попозже задать. Но вот раз ты сейчас вот упомянул про развитие игроков. А вот в твоей работе для тебя важнее результат или то, как твоя команда в целом, как твои игроки отдельно развиваются, растут? Эти вещи пересекаются. То есть важны, безусловно, результаты. При этом, чтобы команда росла, если команда будет расти, будет результат. И в нашем виде деятельности единственное, как ты можешь оценить работу, это результат и дистанция. Поэтому, думаю, оба фактора. А как ты считаешь, в чем основная, в чем главная задача тренера в команде? Сделать так, чтобы команда работала как единый механизм. Чтобы помимо игровых, так и внеигровых связи были налажены. Чтобы люди понимали, что у них одна общая цель, к которой вы вместе двигаетесь. Ну и, соответственно, вся игровая внутрянка. Есть разные команды в КС и вообще в целом в киберспорте. Где-то тренер это больше как психолог, где-то отвечает только за раунды, где-то как аналитик. У нас тренерская команда, а именно ребята играют так, как я вижу. И ведут себя так в большинстве, как я вижу или то, что я им прививаю. Поэтому, думаю, основные вещи вот эти. То есть, условно, лидерская какая-то задача основная для тренера? Не единственная? Ну и лидерская, и внутриигровая, чтобы было общее понимание игры. И еще раз скажу, это цель, к чему мы идем и каким путем мы идем. Серега, немножко возвращаясь назад, вот ты сказал, что на одном из турниров в начале своей карьеры ты встретил Зоника. А вообще вот в твоей жизни, не обязательно может быть в киберспорте, есть вот какие-то люди, которых ты считаешь определенными кумирами для себя? То есть люди, возможно, на которых ты в чем-то хочешь быть похожим, на которых равняешься? Ну, так как я фанат футбола и болел с малых лет, когда совсем маленький был, это Зазубастика Роналду. Меня всегда вдохновляло. А дальше появился Криштиан Роналду. И его образ жизни, его картина всегда мне импонировала. То есть человек без каких-то величайших талантов своим трудом добивался огромных результатов. Да, у него конец карьеры смазанный, какие-то поступки такие пограничные. При этом всегда вот его пример мне нравился. И также есть тренера в футболе, которые им нравятся, импонируют, как они работают. Это Гвардио, Ланчел, Этиклоп. То есть такие люди, у которых ощущение, что на протяжении 10-15 лет работа энергия вообще не заканчивается. То есть они как будто роботы. И планку они держат высокую на протяжении долгих лет. То есть из того, что ты сейчас сказал, я услышал про энергичность тренеров. И, насколько я понял, дисциплина, если брать Криштиана Роналду. А еще есть какие-то черты, которые в этих людях для тебя значимы? И, возможно, ты эти черты каким-то образом воспитываешь в себе или хочешь, чтобы они присутствовали в твоей личности? Это очень размытая формулировка, но всегда оставаться нормальным, адекватным человеком. Какой бы успех у тебя ни был. Да, это где-то противоречие с тем, как себя ведет тоже Роналду. Он такой, это он, он такой, какой он есть. Но при этом, допустим, Анчелотти, Гвардио, смотришь на них, это большие джентльмены. Это вызывает уважение к этим людям. Как считаешь, ты себя сейчас мог бы назвать успешным тренером? На данный момент времени, я думаю, да. Ну, далеко есть куда стремиться. Но при этом моя карьера довольно органично складывается. То есть, если посмотреть, это и спады. Успех Академии, хорошая работа. После этого переход в мейн-состав. Когда мы собрались, только я стал главным тренером, мы вышли в полуфинал мажора. Вот там был спад дальше. Перед как раз отборочцами на турнир в Париже. Это, наверное, единственный такой неудачный период, если не брать в расчет последние месяца, где нас тоже штормит. Поэтому, думаю, на данный момент времени можно сказать, что успешно. Как ты считаешь, Серег, какие твои черты, вот именно твои черты, твои особенности, вот, позволили вот этого, ну, текущего успеха добиться? Я думаю, что... Я бы не черты, в первую очередь, назвал, а то, что... Когда мне было 10-14 лет, меня забирали в деревню на три месяца. И я открывал Hot Work и скачивал все демки, которые там есть. И смотрел демки, и думал о том... Допустим, я смотрел за собой демку и ставил себя на место противника. И думал, как нужно сыграть. А мне, чтобы было неудобно ему. И мне всегда нравилось и интересно было анализировать, как сделать так, чтобы твоему сопернику было менее комфортно, и ты оказалась в более выигрышной для себя ситуацией. И постоянный анализ сейчас помогает. И смотреть, допустим, CS 1.6 и CS GO, игра сильно изменилась. То есть здесь гранаты, добавились углы и так далее. Но в вакууме, если смотреть, то общая картина, она осталась та же. И это помогает. Вот. Если говорить про какие-то черты, ну, наверное, в первую очередь, я ненавижу проигрывать. Просто не могу. То есть все там знают, что если мы проиграли, мы проиграли. Первые 30 минут, час мы не общаемся, это ни к чему конструктивному не приведет. Вот это стремление побеждать, оно всегда движет внутри. Угу. У меня тоже был вопрос, который я хотел чуть напоследок оставить, но мне кажется, сейчас его будет уместно задать. Вот эти две вещи, о которых ты сказал, вот такая твоя тщательность в разборе демок, соответственно, не обязательно противников, но вообще поиск какой-то такой идеи, понимание, как эту идею законтрить при просмотре демок и стремление к победе. Можно ли эти вещи назвать какой-то рекомендацией для молодых тренеров? Нет, не надо. Нет? Не хочешь конкурентов владеть? Да я думаю, это все и так понимают и все так знают. Вопрос просто вовлеченности в этом и насколько ты хочешь понять и разобраться в этом. Если человек хотя бы немного понимает игру и подходит к этому со смыслом, слушает о том, о чем говорят люди вокруг, те, кто понимает и разбирается, да, и углубляется именно в работу, он разберется и поймет. Серег, немножко отойдем вот от этой темы. Мне просто всегда приятно вот с тобой разговаривать, такая глубина погружения там в тему. Взаимно. Спасибо. У меня, собственно, такой вопрос. Ты не очень любишь давать интервью, ну то есть вот каким-то там сторонним, скажем так, ресурсом. А почему так? Потому что мне кажется, ты очень много действительно можешь интересных вещей каких-то рассказать. Сначала это был какой-то комплекс. То есть с детства, допустим, я играл в футбол, я был довольно стеснительным мальчиком Балашкова, где вот я хорошо понимал какую-то тему, но тебя вызывает к доске, к доске вот на тебя взгляды, все, встал, сказать ничего не можешь. Вот. Поначалу это как-то боязнь камеры, потом потихонечку от этого отошел. Есть куда еще расти и так далее, потому что, ну, ты сам знаешь, когда мы общаемся один на один, это отличается от того, как я говорю сейчас. И мне никогда не нравится все вот это медиа пространство, окружение, все эти комментарии. Допустим, я отписан от всех соцсетей, которые связаны с киберспортом. Я не читаю ничего. В какой-то момент времени я читал, но понял, что мне это дает больше минусов, чем плюсов. Вот. Было время, когда я был подписан, но не обращал вообще абсолютно никого внимания. И, наверное, вот эта медийная составляющая, когда обо мне говорят, ну, как говорят, ну, появляться именно. Наверное, мне интересно это делать, когда есть о чем говорить. Ну, вот есть какие-то действительно яркие истории, там, допустим, Катовица или Бласт Лондон, да. После таких мероприятий я готов поговорить и понимаю, насколько это будет важно. А так, в целом, я уж в стране постою, послушаю. Вот. А с какой целью послушать? Что-то новое для себя узнать? Ну, и новое узнать, и интересно почитать или послушать, когда, если говорим там про тренировка, да, или Капитанов, когда там разговаривают такие, как Зоник Блейд и прочие ребята, которые достигали какого-то успеха. А ты упомянул вот по поводу отписки от соцсетей. Опять-таки, это, наверное, не только соцсетями связано, но вообще, как ты на критику в свой адрес реагируешь? А когда было время, я мог читать комменты, да, я видел там люди, которые, кажется, там, далеко не профессионал, но пишут довольно здравые вещи, которые ты внутри коллектива понимаешь, ты понимаешь, что ты их решаешь, и люди и со стороны их видят. Это удивляет, это прикольно. Честно, вообще никак. Буквально. Вот просто никак. Вот я недавно, кстати, после турнира, получается, мы играли в Кёльне, играли на EPL. И в Инстаграме запрещенная соцсеть. Вот. Я открыл скрытые запросы в Инстаграм, увидел, что люди могут писать, но это прям мрак вообще. То есть думаешь, бля, откуда у вас столько ненависти, то есть совсем грязь. Вот, поэтому, да никак не обращаю. Бывает ли критика вот не от зрителей, не от комьюнити, а от каких-то близких людей? Да, конечно. Как вот в этом, в такой ситуации ты ведешь себя? Слушай, мне это всегда интересно послушать. Я всегда спрашиваю, да. У меня есть группа людей, на чем мнение я опираюсь. Да, это непосредственно те люди, которые есть в организации, да. И с ними всегда мы конструктивно можем сесть и обсудить. И, в первую очередь, это наш целый, да. Много мне говорит… Ну, не много, он мне говорит о моментах, где чуть-то я отклоняюсь, где есть недостатки, где недорабатывают. Допустим, после Кёльна был довольно жесткий разговор, да. Я шел туда с настроем, что у меня не так все в голове было. И у нас была дискуссия, то есть довольно жесткая. И потом я анализирую это и понимаю, что это то, над чем стоит задуматься, то, что надо фиксить. Угу. Я тебя спросил вот по поводу критики, да. А когда по хвалу ты слышишь свой адрес, как ты на это реагируешь? Приятно. В моменте лезть помогает, да. Но в киберспорт, в целом, история успеха, когда ты что-то выигрываешь и слышишь по хвалу, это очень короткий этап. Ты выиграл турнир, бам, эмоции и так далее. Три дня прошло, ты возвращаешься к ненавидическому процессу. Через неделю, если ты проиграл турнир, это все летит обратно. Поэтому стараюсь к всему подходить ровно. То есть в моменте получил положительные эмоции, переключился, работаешь дальше. А это как-то вообще влияет на качество работы? Вот какой-то баланс между критикой и похвалой? Да, конечно. Каким образом? Ну, как работает похвала в моем понимании? Ты смотришь, ты этим пропитываешься, у тебя своего рода эйфория. Вот у вас там все получается. Если ты в моменте не переключился, это, кстати, как с выходом из отпуска, то это мешает работе. Ты немного такой вареный, так скажем. И вот, допустим, есть моменты выхода из отпуска. Я ненавижу это время, просто не переваривая. Потому что ты две недели отдыхаешь, ты вышел, тебе сразу же нужно включиться. А набрать именно мыслительную форму – это какой-то период времени. Поэтому я стараюсь, когда идет отпуск, за три, за четыре уже переключаться, а на план работы то, чем я буду заниматься, когда непосредственно встречу с ребятами. То есть планируешь заранее. Да, а если говорить о негативе каком-то, но если ты им пропитываешься, у тебя может просто уверенность в себе подбиваться. И так же у коллектива. Поэтому стараюсь опять же ровно к этому относиться. Этот баланс ты сохраняешь, собственно, во взаимодействии с ребятами, например, вот этот баланс в их адрес критики и похвалы? Да, это важно. То есть в моменте… Я могу быть вспыльчивым, могу ребятам, так скажем, напихать, но это эмоция в моменте, которая нужно понимать, что на дистанции ничего хорошего, кроме деструктива, не принесет. То есть нужно находить именно логичное решение и конструктив нужен для того, чтобы человек понял или команда поняла, что вам нужно подредактировать для того, чтобы идти дальше. Слушай, последние твои тезисы по поводу того, что ты иногда можешь спылить, и по поводу того, что ты тяжело иногда выходишь после отпуска. Вообще, вот как ты… Это как бы из двух частей будет вопрос. То есть первая часть – как ты справляешься со своими эмоциями? То есть вот ты опять-таки еще там чуть раньше упомянул по поводу того, что в юности там с эмоциями тебе еще сложнее было справляться. И второй момент – отдых является частью вот этого процесса совладания с самим собой? У меня есть… Вот, допустим, после поражения у меня есть круг лиц, с кем мне нужно пообщаться и выговориться. Для меня важно именно выговориться. Одним из этих людей являешься ты. Еще есть в личной моей жизни такие люди. И в организации также есть такие люди. Я выговорюсь. Это может быть и с командой, кстати, что редкость. Ты сам знаешь, там 30 часов нужно отойти. Вот. И после того, как я выговорился, послушал мнение со стороны, сложил все свои мысли, да, а идешь уже конструктивно общаться с ребятами. А если в моменте, Серег, вот матч идет, и, соответственно, вот что-то ты видишь, там, что тебе не нравится по каким-то причинам. Это какая-то борьба с внутренним голосом, которая тебе говорит о том, что вот это второе я, которое полыхает в тебе эмоции негатива, что тебе хочется выплюснуть это, ты понимаешь, что это не поможет и лучше не сделает. И через практику и дистанцию понимаешь, как это выравнивать. Вот. И бывают периоды времени, когда с этим сложнее. А если смотреть, допустим, там, как было два года назад, и как сейчас, то стало гораздо лучше. Угу. Отдых для тебя, вот восстановление, это физическое восстановление, эмоциональное восстановление или чего больше здесь? Ну, часть физически, потому что в моментах, когда у тебя ран на турнире в двухнедельный, к концу турнира, вот как, допустим, «Котовец» или «Лондон» был, да, к финалу ты подходишь, у тебя уже голова просто лопается, потому что перед матчами я смотрю около 15 демок, бывает и 20, вот, и зачастую их пересматриваешь, тебе нужно все сложить, составить план на игру, все это рассказать, во время игры быть в моменте, чтобы понимать, что между картами подредактировать и так далее, и бывает, что после игр каких-то там полуфиналов ты просыпаешься, ты не бегал, ты гантель не тягал, у тебя тело болит, болит тело, и голова тяжелая, да, и поэтому, что касается отдыха и физически, ну и в первую очередь эмоционально, потому что как раз эти эмоции приводят к тому, что ты физически проседаешь. ты упомянул, что для тебя важно с точки зрения, опять-таки, восстановления, там, с точки зрения переключения, выговариваться и, скажем, не только людям в организации, но и там близкими, я так понимаю, там, в семье, там, подобного рода людям, а вопрос вообще, насколько у тебя получается разделить твою профессиональную жизнь, твою профессиональную деятельность и личную, то есть насколько удается баланс сохранить? У меня никогда с этим проблем не было, я прям, наверное, с малых лет всегда был игрок в спорте, всегда вот эта соревновательная история, и все, кто меня окружает, они знают, когда стоит общаться, когда стоит писать, когда не стоит писать, допустим, после матча, когда матч только закончился, мы его проиграли, все знают, что первый час лучше вообще ничего не писать, я сам напишу, позвоню и поделюсь дальше, что еще. А баланс, собственно, как вот, ты это сам выстроил, или это, ну, автоматически как-то сложилось? Оно органически, органично пришло, то есть это не было какой-то осознанно, вот так мне вот нужно делать то-то. А вообще эти сферы пересекаются для тебя? Личные? Ну, да, то есть или ты прям их строго разделяешь, то есть вот здесь только профессионализм, там, работа и так далее, здесь? Да, они разделяются, потому что в жизни, допустим, когда я прожил время с семьей, с друзьями, я абсолютно другой, не такой, как на работе. То есть это как будто два разных человека. Насколько легко тебе дается вот это переключение? Я думаю, что на протяжении уже вот количества времени, сколько я работаю, уже как-то даже не обращаешь внимания. То есть если я прилетел, допустим, отдыхать, и уже всё, у меня работа ушла из головы. То есть я не думаю об этом в какой-то период времени, но так как я достаточно немало рефлексирую, и в момент отпуска я могу там проснуться, и у меня в голове оп, а ну без там оп, какое-нибудь решение проблемы, я могу открыть заметки, что-то записать. И полностью переключаться не получается. То есть если там на процентов 80-90, да, но в моменте там сидишь где-то там с семьёй, тебе приходит на ум то, что по работе, могу об этом задуматься, прям погрузиться. А наоборот, есть ли положительное какое-то влияние вот этих сфер друг на друга? Ну конечно. Потому что в моменте, когда ты проводишь время со своими близкими и так далее, ты более можешь в счастливой атмосфере находиться, и соответственно более рациональное решение принимать, нежели когда идёт сезон, и когда ты напряжён. То есть какие-то глобальные решения? Ну да, допустим глобальные. Или внутриигровые. Ну разные. А, то есть это может быть даже условно там про какой-то, не знаю там раунд, как хорошо смотреть. Да, я могу смотреть, допустим, фильм, и получаешь во время просмотра фильма какую-то положительную эмоцию. И моментом ты с фильма улетел в работу и понимаешь, вот здесь можно было бы сделать так. Или там ложишь спать, и перед сном час у тебя вот в голове крутятся мысли, как можно что-то было сделать иначе, или как можно будет сделать по-другому. То есть я так понимаю, ты такую достаточно чёткую связь видишь между своим каким-то внутренним благополучием и качеством твоего мышления, решений, которые ты принимаешь. Напрямую. В первую очередь, наверное, это важно всегда, чтобы свежая голова была. Мне кажется, вот это осознание, это такое, ну, очень важное качество для, ну, особенно для профессионалов своего дела, скажем так. Окей. Я вот тебя там спрашиваю, приличные какие-то сильные качества, то есть благодаря чему, там, вот ты себя можешь считать успешным тренером. А есть ли какие-то негативные черты, вот, которые, о которых ты готов говорить, там, вот, которые ты считаешь, ну, возможно, там, стоило бы, там, как-то изменить, улучшить? Ну, моментами, может быть, какая-то импульсивность. Она стала более короткой, нежели была ранее. Не знаю, минус это или плюс. Моментами, может быть, так, моментами так. Где-то упертость, где-то упертость. Но если диалог складывается поглубже, я с человеком что-то обсуждаю, мы практически всегда приходим к чему-то одному. Да, либо продавливаю, либо это что-то общее, либо, наоборот, принимаю сторону, которую мне пытаются донести. Какие-то негативные... Медик. Не любовь к медике. Не любовь, вообще не любовь. Но, тем не менее, ты здесь, поэтому, видимо, это тоже не что-то, что мешает тебе. Я тебя понял. Близкий, наверное, вот, вопрос к предыдущему. А есть ли какие-то, возможно, навыки, какие-то, не знаю, качества, которые ты бы хотел в себе воспитать, развить, улучшить? Наверное, научиться нормально спать. Вот это в первую очередь. И решить в голове головоломку с аэрофобией. Вот эти две вещи, которые мешают работать. Сон – это суперважно. Особенно во время турнира. То есть у меня нет такого, что какой-то там суперважный матч, я там нежлично не могу спать. Это абсолютно... Там рандом зависит только от моего образа жизни или от... Многих факторов в отеле, которые... Ты там, сам знаешь, ты можешь приехать, у тебя 20 этаж в Копенгагене, у тебя перепад давления, а я там подвластен, и окно не открывается. Дышать нечем. Вот сложно спать. Там мелатонин, магний, все вот это пьешь. И когда ты спишь меньше шести часов, ты просыпаешься, но чувствуешь, что... Да, не настолько светлая, насколько хотелось бы. Вот это прям мешает. И всегда летать для меня – это... Прям... испытание. Вот. И это выматывает. Потому что, когда ты прилетаешь на турнир, такой, тебе надо полдня отойти от перелета. Даже не длинного. Угу. Вот такой у меня к тебе вопрос дальше. Ты говорил то, что вот там занимался футболом в детстве. А есть у тебя какие-то более ранние воспоминания по поводу того, кем ты хотел стать в детстве? Машины продавать. Опа. В детстве до шести, до семи лет говорил у семье, что я буду машинки продавать. Интересно. А ты помнишь, откуда пришло вот это желание? Наверное, потому что отец с машинами работал. Я предполагаю. То есть, я не знаю, он там работал автомехаником, и потом у него был свой автосервис, там бизнес. Может быть, оттуда это пошло. Ты с детства говорил, что буду машины продавать. Интересно. Вообще неожиданно. Да, для меня тоже. Ну, это опять же, это там до шести лет, а дальше к футболистам. А в какой момент вот ты перестал хотеть быть футболистом? Или ты не переставал, не знаю, никогда? Ну, вот 14 лет — это возраст, когда тебе хочется проводить время и с друзьями, а не только на тренировках и играть в КС, кстати. Вот. И там появилось такое родораспределение приоритетов. Там учеба, спорт, утра-страйк, девчонки. Вот. И вот в этот момент времени, наверное, не то что… Это наложилась еще травма. Травма. Я подумал, что оп, был минус. Угу. Хотя прям погружен в это был. До сих пор смотрю много матчей, интересуюсь, читаю. То есть именно ты, ну, как карьеру исключил из своей жизни, но оставил именно это как, ну, какое-то хобби, увлечение? Да, я обожаю смотреть. Ну, допустим, когда отпуск тот же идет, КС смотреть прям вообще мне не нравится. Не люблю КС смотреть. Вот в сезон прикольный. Там открываю демки, смотрю матчи в лайве, интересно посмотреть. Вот. А когда отпуск — это футбольный матч, могу на хоккей сходить посмотреть. То есть какие-то активные виды спорта. Слушай, а насколько легко вот тебе было вот, ну, как-то отпустить мысли по поводу профессиональной футбольной карьеры? Вообще запросто. Угу. Компьютер включил — вообще забыл, что такое футбол. То есть не было там какой-то ломки, там, перехода какого-то? Нет, нет, не было сомнений, ничего. То есть настолько был погружен в игру, и все, вот, только играть. То есть ты, да... Ну, я так понимаю, что ты достаточно долго параллельно увлекался Counter-Strike и футболом? То есть вот ты сказал, там, с 10 до 14 лет где-то? Я гораздо меньше играл там. Угу. То есть ты просто фактически погрузился больше в другую сферу своей жизни, да, там, в нее акцент как бы сделал? Да, это вот как... Как машину поменять. Угу. Да, то есть поменял, нравится, и все. Красиво. И не думаешь о том. Только спокойно к этому относишься, потому что до сих пор любишь футбол, но играть вот сам не хочешь. Это как вот, допустим, ты был там игроком, переключился на тренера. Это немного сложнее, но при этом просто вот так вот сохранил и наблюдаешь за этим. А чем сложнее было переключиться с игрока на тренера? Ну, сложнее тем, что иногда такой в себе думаешь, ну, вот сейчас зайти я лучше сделаю. Наверное, дайте мне сесть, сейчас будет лучше. Вот. Но со временем понимаешь, что нет, не лучше. Мне интереснее здесь. Угу. Что я уже это прошел, надо забыть, отодвинуть. То есть, интереснее не самому сделать, а научить, как сделать, да? Объяснить. Вот представь, что ты можешь выбрать саундтрек в своей жизни. Вот какую-то мелодию, которая постоянно сопровождает тебя. Там, неважно, играет она как бы для всех или для одного тебя. То есть, что это была бы за мелодия? И почему, собственно, эта мелодия? Мне кажется, это my life, бонжоя. Угу. Как-то она яркая, вот такая заряжающая, мотивирующая. Вот одна из тех песен, наверное, которые… Я ее, кстати, редко слушаю. Бывает, просто попадается. Вот прям внутри сожигаешься. И так же это, наверное… Вот как раз это про то, что соревновательный дух и нужное состязание. Вот это как раз эмоции. Давай тогда, наверное, пока заключительный вопрос по поводу личности. Вот по поводу того вообще… Подноготной, так сказать, твоей души. Такой немножко тоже нафантазировать, подумать. Какие три предмета ты взял бы с собой на небитаемый остров? И почему? Телефон. Так. Потому что посмотреть фильмы, сериалы, посмотреть футбол, my score, следить за КС, кто кого. Нормальный матрас. Ну, гигиену какую-то. Хорошо. Тогда я продолжу этот вопрос. Назови тех людей, с кем бы ты хотел… Ну, окей, не людей, но не предметы. То есть я не знаю, там, о ком ты подумал. То есть с кем бы ты хотел попасть на небитаемый остров? Чоппером. Опа. Мне кажется, нам было бы интересно побыть в друг другом вместе несколько лет, как мы сейчас находимся. Слушай, такой мы схожи в каких-то вещах, там, как проводим там отпуск, какие-то интересы, так же футбол, и мы с ним как раз строим игру. Это было бы прикольно. Мне кажется, с Леней еще комфортно было бы в бытовом плане. Да, я бы сказал Лене, иди руби. Я полежу на своем матрасе пока. Ну там и рыбнул, ловил бы шашлык там с парганью. Да, да, да. Он как готовит, классно. Ну я про что и говорю, я же как бы не голословно об этих вещах. Окей, Серег, я думаю, может быть, по ходу мы еще вот к таким вопросам вернемся. Сейчас я больше хотел вот переключиться именно на какие-то игровые больше истории, да, на то, как ты, собственно, как ты тренируешь, как ты взаимодействуешь с парнями, там, вот, на какие-то такие, там, возможно, сложности, а возможно, наоборот, какие-то там интересные, вдохновляющие истории. Какие вообще вот сложности есть в работе тренера, вот, на твой взгляд? Ну, то, что ожидания с реальностью могут не совпадать. То есть ты к чему-то идешь, к чему-то работаешь, ты никогда не знаешь, правильно это или неправильно, у тебя только есть результат праков и понимание картины игры, которую ты видишь во время тренировочного процесса, когда ты приезжаешь на турнир, у тебя, допустим, там, винрейт на прахах там под сто процентов, а у тебя буквально ничего не получается, да, то сразу такие вопросы в голове, так, почему так и как так работает. Я сейчас не только про свою команду. Довольно люди, довольно эгоцентричные, когда собираются в коллективе больше трех людей, у которых есть все свое мнение, сложить это в единое целое, сделать так, чтобы они делали так, как нужно команде, а не им в первую очередь, потому что это важно. Ты можешь собрать там звезд и так далее, но работать это не будет. Вот. И эта головоломка, она и сложная, и при этом интересная. За счет этого прикольно именно работать. Это такой процесс, который интересно устраивать. Ну, бывает, знаешь, когда у человека есть своя предположенность внутри игры, и одни и те же вещи, они могут повторяться. ошибки, да. И при этом ты их прорабатываешь, видишь, что человек это понимает, но они повторяются. Они повторяются. И ты думаешь, а как сделать так, чтобы отработал? Да. Вот. И в какой-то момент времени ты можешь приходить к тому, что это данность у кого-то. Тебе нужно это компенсировать какими-то другими вещами. Вот эта сложность, которую иногда получается решать, иногда нет. Слушай, вот это, на самом деле, был один из вопросов, который я тоже тебе хотел задать. Как ты вообще относишься к ошибкам игроков? То есть, есть ли какая-то, ну, категоризация этих ошибок, там, вот, к таким вот так, к таким вот так? Ну, без ошибки не будет роста. При этом, если говорить про ошибки, есть макро, микро ошибки, есть, которые влияют на экономику, есть, которые влияют на зону. В большей степени влияют на исход раунда, которые влияют на экономику. То есть, они есть разного уровня, так скажем. Нужно работать системно и фиксить все, да? При этом делать это конструктивно. Не так, что зашел, я сейчас все пофикшу за неделю, у меня все будет работать и так далее. А именно по пунктикам разбирать, какие моменты нужно в той или иной мере фиксить. Есть грубые, есть грубые, то есть, ошибки. Вот если человек не убил в бок, ничего страшного, так бывает, в следующий раз убьет. Но если человек в рамках структуры ошибается и делает что-то, тем более молча, или не соглашается на инициативу, это не пересекается с нашей игрой, это грубая ошибка, которая приводит к тому, что ты можешь, допустим, в турнир вылететь, да? Такие ошибки критичнее для меня. Как ты реагируешь, собственно, на них с точки зрения взаимодействия с игроками? То есть, как пытаешься повлиять на их минимизацию в будущем? Ну, вот как тебе сейчас объясняют, так и... То есть, есть примеры, есть примеры. Есть примеры других команд, которые позитивно сыграли. Есть примеры самого игрока, где он в такой же ситуации сыграл более надежно, нежели в этой ситуации. Тебе нужно показать и именно глубинно объяснить, насколько это критично. И как бы картина складывалась, если бы этот раунд или эта смерть не привела к тому, к чему привела. Потому что КС в целом очень тонкая штука. Тебе может казаться, ты там проигрываешь 1, 2, 13, 10, 13, 10, 13. Но если там посмотреть, из-за буквально микродеталей, где кто-то там оверпикнул, где-то кто-то не попал в гранату, где-то не договорился, где-то не услышал, самые базовые вещи могут приводить к тому, что у команды начинается спад. А дальше уже как снежный ком. Одному не понравилось, второму не понравилось. Вливается в так называемый кризис у команды. То есть по сути это вот объяснять, объяснять, показывать примеры. Объяснять, показывать примеры и подчеркивать положительные вещи. То есть не говорить только, что вот у тебя вот здесь вот здесь проблема, а именно, подчеркивать, что у тебя вот здесь вот здесь хорошо, тебе нужно добавить в этом, тогда и всей команде станет соответственно лучше. Ты упомянул вот по поводу сложности сочетания ожиданий и реальности, да, вот на турнирах на каких-то. Бывает. А как с этой вот проблемой, сложностью работать? То есть вот опять-таки у тебя есть уже достаточно такой большой опыт работы, и вот сейчас как... Работать без ожиданий, буквально. То есть когда пришел к нам Дима Широ, мы готовились готовиться, у нас было две недели, и в целом после этой готовиться еще было полгода успешного сезона. Мы не думали о том, какие результаты мы будем достигать. Все, что писали в медиа, нам абсолютно было неинтересно, мы это отодвинули у себя из голов, и мы ехали на турнир со стремлением показать свою лучшую игру и постараться выиграть каждый матч. А там как сложится. И соответственно, ты выиграешь какой-то турнир, ты не особо даже понимаешь, что произошло. Да, и вот если с таким подходом продолжать работать, ты будешь на дистанции в выигрышной ситуации. Слушай, вот ты чуть раньше говорил по поводу того, что мы тренерская команда, вот ты считаешь, что полезнее? Какая-то вот жесткая дисциплина, то есть жесткий контроль тренировочного процесса или какой-то более мягкий подход? Более какой-то… Всегда баланс. Всегда баланс. Если брать игроков к каждому, индивидуальный подход. Кого-то… Тебе нужно с кем-то быть пожестче, с кем-то поговорить один на один. Также, если касается тренировочного общего процесса, да, где-то нужно чувствовать моменты, понимать, что где-то можно последний брак отменить, чтобы у ребят было ощущение, как в школе с последнего урока отпустили. Где-то нужно видеть, что… Ощущать, что количество перейдет в качество и, наоборот, работать больше. Угу. И моменты… Вообще практически не отдыхаем, мы играем прям очень много и много разговариваем. И есть тренировки, где у нас там, допустим, шесть браков, и при этом за шесть браков там ни у кого рота вообще не закрывается, в том числе у меня, да. А есть моменты, когда у тебя несколько дней до турниров, тебе нужно сосредоточиться на тех вещах, которыми ты собираешься на этом турнире показывать результат. Поэтому всегда искать… быть гибким. И искать… именно быть в моменте, когда переключить, где-то поднадавить, где-то, вот, притормозить. Не знаю, получится или не получится у нас сейчас с тобой какую-то такую метафору сделать. А вот ты сказал, что вот на каких-то этапах там нужно большой объем тренировок, да, там очень много там праков, где-то там, ну, чуть меньше. Если сравнить тренировочный процесс со зданием… Зданием. Зданием, да. Вот, ты строитель, там, вот, ты строишь дом, вот, ты можешь как-то провести какие-то параллели, вот, между этапами строительства и этапами, собственно, тренировочного процесса. Какие там важнее, какие… Да, самое важное в построении дома и в строении команды – это фундамент. Вот, если он у тебя гнилой, то в один прекрасный момент этот дом упадет так же, как твоя команда разрушится, да. А что, по-твоему, является фундаментом, вот, тренировочного процесса и команды в целом? Ну, чтобы команда понимала, к чему ты идешь, краткосрочная цель, глобальная цель, какими способами ты этого добиваешься, и чтобы у вас был общий вектор того и понимания, во что вы играете, и какими, соответственно, инструментами вы это достигаете. Вот это именно фундамент, чтобы… То есть, то, что называется видением таким общим, да? Да, общевидение. То есть, чтобы команда была единомышленников – это очень важно. Но при этом в построении дома у тебя есть какие-то сроки, здесь у тебя есть цели. Немножко разные все-таки. Главное, там, ты дом строишь и понимаешь, что тебе нужно его достроить, да. Командой ты идешь, у тебя есть цель. Но тебе не нужно в моменте думать о том, что вот я кладу кирпич, вот я сейчас потренировался, станет лучше. Тебе нужно продолжать работать, стараться думать о том, чтобы изо дня в день ты становился лучше. Но не зацикливаться на том наконечном результате, к чему ты придешь, о чем мы говорили ранее. Все равно достроишь и придешь, если ты это очень сильно хочешь и правильно все делаешь. Говоря про цели, лично у тебя какая цель, как у тренера и на 100% она совпадает с командной целью или все-таки есть… Моя личная, главное, чтобы титул было больше, чем у любого другого человека. Это лично мое. Ну и при этом, помимо этого, чтобы, о чем я говорил ранее, чтобы мотивирую, чтобы ребята понимали, что я им помог. И вот это основные вещи. Ну и в целом, знаешь, когда ты за спинами стоишь, ты видишь картину, то, что ты делал и видишь, насколько это работает, да, это приносит удовольствие. То есть есть как цель, как какой-то результат, так и процессуальная какая-то цель, да, то есть именно получать удовольствие. Что-то одного такого не почерпнул. Есть ли какие-то вот твои, не знаю там, черты, взгляд на какие-то вещи, возможно, которыми ты бы хотел поделиться со своими игроками? Есть внутриигровая, точно. Ее очень сложно объяснить. То есть моментами чувствовать в раунде или в игре, как меняется картина игры, исходя из того, к чему ты готовился и как ты выстраивал свою игру. Есть когда просто изнутри это чувствуешь и наперед видишь картину, да, и у ребят такое бывает. Особенно, кстати, у Леони у нас в какой-то период времени достигает это, когда мы в форме, с ним оба и команда в форме, достигает такого уровня, что да, у нас там прописан план и так далее, но переменно меняется. И есть, когда я сзади стою, это не пауза, и у меня появляется мысль, и он ее озвучивает прям внутри. И это прикольно. Или когда, допустим, там из недавнего на ИПЛ мы там играем, там расписал пистолетки с 3D Max, и перед третьей карты, говорю, сейчас динамика пистолеток поменялась, нужно идти в другую сторону, они будут делать тот, и они делают тот, и Боря поворачивается нихуя. Ну вот какие-то такие вещи, потому что я вот вижу, что в этом прям хорош Леня. У Димы это есть именно внутри игровая такая чуйка и понимание, как меняется игра, именно как тебя воспринимает глазами соперника во время игры, исходя из того, что они делают, и что ты им предлагаешь, да, то Леня, у Димы это на хорошем уровне. Да, Дане, Мирославу, Боре нужно в этом еще прокачаться, тогда будет прям очень хорошо. Как считаешь, за счет чего можно это сделать? Дистанция, обсуждение, то есть обсуждение постоянно, опыт, безусловно, большее количество играть с разными соперниками, чтобы понимать, как они тебя видят, анализировать, как они выстраивают свою игру против разных стилей игры, чтобы перекладывать на свой, и потихоньку база у тебя понимания вот этой широты, она становится выше. Слушай, Серега, ты упомянул такой вот момент, что вот без паузы, там, вот иногда у вас с Леней одинаковые идеи какие-то появляются, да, а вот как раз таки, если говорить про паузы, вот лично ты паузы чаще берешь для чего? Чтобы вот какие-то стратегические вещи обсудить, то есть как раз поделиться там своим видением какой-то динамики игровой, или больше это какая-то эмоциональная поддержка, ребят? Соги меня пауза это всегда комплекс, но в большинстве своих вещей это про игру, то есть это процентов 10, пауза там 30 секунд, да, я могу 5-10 секунд уделить тому, чтобы быстро замотивировать или сказать, нужно наоборот сбавить эмоции, потому что где-то захлёстывая, да, при этом 20 секунд это на то, чтобы рассказать, что происходит, то, что нужно поменять или заколить какой-то предметный раунд, да, и иногда хочется, чтоб пауза было 6, иногда так хочется, причем да, у меня с паузами такой очень необычный, так, подход в том плане, что я могу там, на 0, нет, на 1-1 могу паузу поставить, когда я вижу, что какой-то форс явно сработает, да, именно понимание того, что в моменте, в моменте, там, мы можем вести 6-0, но ты смотришь, шаткая экономика, при этом понимаешь, что вроде 6-0, если ты этот раунд сейчас отдашь, будет 6-1, 6-2, следующий байд 6-4, грубо говоря, я понимаю, что сейчас отпускать нельзя, я могу взять паузу на 6-0, могу на 9-0 взять, когда я чувствую момент, что нельзя отпускать игру или, наоборот, нужно подкорректировать что-то, или есть какая-то дыра, которая нам нужна сейчас в моменте воспользоваться, я сразу ставлю паузу, то есть, да, были матчи, допустим, на мейджере мы играли в Рио после первой стороны на третьей карте, там, не оставалось вообще пауза, по-моему, с Liquid было-то, вот, ну, мы этот матч выиграли, поэтому положительно сложилось. Да, где-то я думаю о том, что именно тайм-менеджмент с паузами, где-то он немножко ускоренный, да, где именно ты не попадаешь ими, где может не хватить. Вот на РМРе была схожая ситуация, мы там выигрывали сторону за выход на мажор 9-3, да, и после первого байраунда, по-моему, счет был около, там, в нашу пользу 11-7, я уже заколел паузу, там надо было чуть-чуть подольше выждать момент, я почувствовал, что это было ошибочно, в итоге мы там 13-11 выиграли, вот такие тоже моменты бывают. А, говоря про паузу, опять-таки, я вот хотел тебя спросить, ты берешь паузы как-то более импульсивно, или все-таки у тебя есть, ну, какие-то, ну, алгоритмизированная вот эта история, то есть ты понимаешь, вот, какие факторы, там, вынуждают тебя эту паузу взять, то есть какая-то системность, или это больше так? Системность, которая исходит из того, что я вижу, как меняются карты, как меняются раунды, плюс оценка эмоций, ребят, и экономика, ну, много, это, то есть комплекс каких-то причин. А бывают ли импульсивные паузы? Бывают супер редко. Раньше их было гораздо больше, когда просто, там, ты видишь ситуацию, там, 4 в 1, ты ее проигрываешь, что происходит, типа, ну, понимаешь, что они должны научиться сами разбираться с тем, как, чтобы их не аффектило на дальнейшие раунды. Это и моя пауза сейчас, она не к чему, если в следующий раунд у нас, допустим, эко побегают с пистолетами, побеждают, пока скинут гранаты, и подумают о том, как сыграть следующий, и остудить свои эмоции, да. Такие паузы бывали, да. Я стараюсь не брать импульсивных пауз. К вопросу, опять-таки, про эмоциональность, про эмоции ребят, в том числе, возможно, про твои эмоции. А зрители, как влияют на тебя, там, видишь ли ты их влияние на парней, вот, на твой взгляд? Зрители? Да. Нам вообще с командой повезло, я считаю, потому что ребята, два человека, которые ни разу не играли на стадионах, и зашли с ноги, и с получением внутреннего удовольствия всех обыграли. То есть, когда мы приезжаем, я вижу, что в меньшей степени, нежели на другие команды, молодые команды, на нас оказывается вот эта эмоциональная составляющая от зрителей. Я читал немало комментариев в Котовице, когда было подписано, кстати, о том, что если коленки у них не затрясутся, мы идем нам вообще, то есть, наплевать буквально. Причем регион был, где против нас было большее количество болельщиков, процентов 90 против нас болели, там, ярко как-то транслировали это, выражали. Я могу сказать, что именно горжусь ребятами, что у них стержень их, они ровно проводят. Нам, на самом деле, студийный матч, наверное, более неприятно играть, нежели со зрителями. Поэтому отлично, что так сложилось, что ребятам нам прошли твою работу. Слушай, вот ты рассказывал, что в Далласе, по твоим ощущениям, за нас больше болели зрители. Да, у нас, наверное, пока не так много позитивного опыта, когда зал топит за нас и так далее. Вот как ты считаешь, вот эта часть, она дает какой-то плюс для качества игры. Так, конечно, позитив, удивление. То есть когда после фрага под тобой, именно фрага, твоего фрага под тобой трясется земля, это классно заряжает. Опять же, тут ребят надо спрашивать. Я могу сказать за себя, что это прикольно. Меня вообще в целом удивила эта история. То есть за полгода поездок на турнирах, их было около четырех или пяти у нас матчей на арене. Техас, это Даллас, первый город, где за нас болел практически весь зал. Это приятно удивило, классное ощущение. Даже до этого не было такого. Мы привыкли выходить в гул, как-то сосвистывать там и прочие вещи происходят. Вот мы с тобой недавно обсуждали сериал «Тадласа». И вот помнишь, нам вот в первом сезоне, вот, собственно, тренер в раздевалке повесил вот слово «верьте». Верьте. Верь, да. Вот если бы у нас была такая раздевалка, вот, в которой мы там каждый день приходили, вы там тренировались, там, готовились к матчам, к официальным, какое ты бы слово или, возможно, какую-то фразу вот написал, чтобы вот постоянно игроки, там, ты в том числе, видели каждый день? Я думаю, что «верь» — это самая подходящая фраза. И не сомневайся, вот, наверное. «Верь, не сомневайся» — это две такие глубокие фразы, с которыми ты должен идти вперед и не думать о чем-то негативном. Позитивно настроен на то, что у тебя все получится, и ты должен отдаваться процессу постоянно на максимум. То есть для тебя это «верь во что?» «Верь в победу», «верь в себя», «верь в команду»? «В команду». «В команду» в первую очередь. «В себя» обязательно, в себя обязательно, но это внутри тебя. Это место, где ты тренируешься, тебе нужно в первую очередь свою веру транслировать в команду. Это многое это решает. То есть смотреть на большой там спорт, выходят команды какие-то, видно, что они сплоченные, выходит состав там за миллиард, грубо говоря, но ты видишь, что они разобраны, что-то внутри происходит. Вот команды, у которых как единое целое движется, они побеждают, нежели те, у которых лучше навыки или лучше игроки. Это важно. В самом сериал это и транслирует во многом. На самом деле, да. Слушай, а вот как раз вот в продолжении вот этой темы там сериала, то есть получается вот в той ситуации, описанной, собственно, вот в этих сериях, тренер там не обладает какой-то именно экспертизой игровой, да, то есть вот конкретно в футболе, но вот он очень хорош там в эмоциональной какой-то поддержке, да, то есть там в минимизации конфликтов, там в выстроении каких-то внутренних именно социальных связях. Вот ты считаешь, что вообще важнее, вот какая-то эмоциональная составляющая команды, вот вера друг в друга, там вот какой-то моральный настрой или важнее именно стратегическая какая-то четкость, там жесткий план, выверенный от начала и до конца? Ну смотри, когда у тебя хороший план на игру, вот есть три вещи, которые влияют, в моем понимании, сильнее всего на результаты. Это индивидуальная форма игроков и эмоциональная, то есть именно вот команда, чтобы вы ехали как команда играть. Это геймплан на игру, и эти две вещи друг друга могут компенсировать. Ты можешь быть не в оптимальном состоянии в плане индивидуально, но компенсируешь за счет того, что у тебя хороший план на игру. При этом у тебя может быть херовый план на игру, но хорошая индивидуальная форма игроков. Ты эти две вещи можешь компенсировать. Общий рисунок игры — это все общее, я не буду сюда проговаривать. И третье — это общий эмоциональный фон команды. Если у тебя нет команды, вот она разложена просто, ты это не компенсируешь ни планом на игру, ни индивидуальной формой. То есть у тебя все это падает сразу. И да, у нас такой турнир был. Это как раз был келлен. Когда ты мог сделать там все, что хочешь, и мы не готовы были играть как команда. То есть здесь даже речь идет не про баланс, а просто как вот два условно, две ножки стола, без которых он не выстоит. Да, очень сложно. Да, можно тебя в моменте повезти, но в дистанцию 10 дней выдержит турнир, в один прекрасный момент ты все равно проиграешь. Но при этом во время турнира ты можешь разогнаться, и положительными эмоциями вернуть веру в команду. Ну а так, мы играем в CS в первую очередь. И самое важное — это чтобы команда понимала, что она играет, и внутри игры у вас все четко было разобрано, и вы понимали, как переигрывать соперника. Это внутриигровые характеристики. Если ты как бы на крутом уровне, твой низкий порог все равно будет в каком-то разложенном состоянии не был, ты все равно там средней команды будешь обыгрывать, но к этому нужно стремиться. Можешь сейчас вспомнить какой-то, возможно, не наиболее, может быть, яркий день в твоей карьере, но какой-то самый запоминающийся, который первый приходит в голову, вот почему именно этот день, почему именно… Именно в CS? Да. Именно в карьере твоей. Ну, наверное, их было два. Первое — это когда пришел к нам Дима Широ в декабре. Я по-настоящему был доволен, где-то счастлив. Да, мне не воврек с теми ребятами, с которыми я работал, у всех есть свои сильные стороны. Но именно снайпер в своем понимании, которого я хотел увидеть в команде — это Дима, который много разговаривает, который влияет на игру именно на разборах в середине раунда, который подкалывает и который хороший кваджик, который именно может доиграть, может правильно подколить. Я был доволен. А именно какой-то счастливый прям момент. Ну, есть, да, это победа в Лондоне. Победа в Лондоне, потому что после матча в Италии, мы закончили там играть в 8, по-моему, часов вечера. Чувствовал, что это последний турнир перед выпуском, сила заканчивается, все было плотно. У нас финал Бестов-5 на подготовку там у нас было всего 4 часа, по-моему, когда-то проснулся, еще надо размяться, проговорить, как ты будешь играть, что ты будешь делать. И получилось собраться, мы выиграли. Получается, я помню тот день, это прям опустошение и эйфории. При этом мы прилетели в Белград, я прям сел в другой самолет и полетел в отпуск отдыхать на море. Кстати, про удовлетворение. Вот в какой момент в своей карьере ты мог бы сказать, что ты добился всего, чего хотел? На данном мониторе? Нет, вот в будущем я имею в виду, что вот, вот что должно произойти, чтобы ты вот так вот подумал, вот я лучший, ну или там не обязательно право лучше. Вот именно категория я лучший я бы не думал точно. Может быть где-то в бане с друзьями сидя, может быть где-то лет через 20 там на даче, может быть я подумал. А в моменте, когда ты работаешь, когда ты хочешь выигрывать каждый матч и так далее, такие как мы, такие как я, еще много людей, да. И это конкурентная среда. И пока я не закончу карьеру, не уду по-моему в СССР, я даже не хочу о таких вещах задумываться. То есть я еще, на самом деле, на тир-1, так же как и ребята, я нахожу, прям вот на стабильном тир-1, я нахожу всего полгода. То есть это короткая дистанция. Угу. Она успешная, но при этом она короткая. Был ли какое-то событие в твоей жизни, которое ты бы хотел изменить? Ну, прям, чтобы так изменить, наверное, нет. А вот момент, получается, с прошлым составом перед парижским, дворчим на парижский мейджор, я думаю, что именно подход к работе свой я бы изменил. Потому что я чувствовал, что тогда из команды я выжил все соки. То есть мы слишком много играли. То есть буквально, я думаю, что ни одна команда столько не играла. Мы играли 7-8 праков, помимо этого у нас было полтора часа стрельбы, еще была теория. То есть мы приходили там в одиннадцать, уходили в одиннадцать. Я думаю, что это повлияло на то, что ребята просто вымотались. То есть немножко все-таки это в сторону такой мягкости там бы ты выбрал подход свой, да? Это было чересчур жестко. Опять-таки, возвращаясь к каким-то ситуациям в жизни, чем ты гордишься в своей жизни? Ну, появлением своего сына. То есть я его очень сильно люблю и мне не хватает его часто. Потому что мы живем в разных странах. При возможности я лечу к нему. И с моментами, когда он становится чуть взрослее, ему скоро три годика, да? Я вижу, когда он уже чуть разговаривает и тянется. Когда ты слышишь слово «папа», это просто… Это не Лондон и Катулиц. Это просто вверх чего-то. К разговору как раз про баланс между профессиональной и личной жизнью. Да. Вот это основное. Я помню, ты как раз после Катулица вроде посвящал ему эту победу. Вот я так понимаю, что как раз в подобной ситуации тебя вдохновляют на работу. Очень вдохновляют, да. То есть подрастет, посмотрит. Думаю, будет приятно. Ну и моментами, знаешь, когда ты работаешь, и все манироваты. Где-то ты можешь давать какую-то слабину, быть менее энергичным. Ты вспоминаешь, что у тебя есть сын, которого ты очень сильно любишь. И это мотивирует для того, чтобы он видел, что твой папа будет достигать каких-то целей и гордился тобой. Вот ты сказал, что ты бы хотел, чтобы твой сын видел, как отец достигает целей. А вообще, каким бы ты хотел, чтобы тебя воспринимал твой сын? Честным, справедливым человеком, в первую очередь. Который держит слово и дает отцовскую опору и поддержку как самому близкому человеку. Это основные вещи. Какая безопасность? Ну и безопасность, и чувство того, что у него всегда есть я. Где-то там может быть плохо, но ты всегда можешь прийти ко мне, и мы с тобой это обсудим. И ты никогда не останешься один. А такой вопрос, опять-таки, он не сильно связан, но тем не менее. Вот каким бы ты хотел, чтобы твои игроки воспринимали тебя уже как тренера? Справедливым, в первую очередь. Справедливым ко всем, чтобы они понимали, что у меня в команде нет каких-то предпочтений кому-то. Да, что мы делаем одно дело, и я стараюсь сделать все, чтобы у них, как у коллектива, получалось достигать наших общей цели. Или что я все для этого делаю. Как считаешь, у тебя это успешно получается на текущий момент? Ну, им виднее спросить. Окей. Возможно, ты, когда второй сезон психологического портрета начнешь. Раслав еще остался. Ну, да. Серега, я вот у тебя спрашивал по поводу каких-то черт, которые можно было бы трактовать как совет каким-то тренерам, ну, начинающим. А ты бы хотел какой-то вот совет дать как начинающим тренерам, так и начинающим игрокам? Совет? Ну, любить свое дело, в первую очередь. Наверное, говорить какие-то детали, это не совсем будет совместно. Да. Любить свое дело. Искренне. Понимаете, для чего вы это делаете, и что любая работа, она окупается. Рано или поздно вы к этому придете, если вы этого хотите достичь. Вопрос такой еще про постоянство, да, что если там в долгой дистанции вы будете усердно работать, то рано или поздно это принесет. Ну, даже если в моменте вы поймете, что не получается, вы самому себе всегда сможете задать вопрос, все ли я сделал для того, чтобы у меня получилось. У вас будет ответ, что я отдал все силы. Это вот, кстати, одна из фраз, которая внутри мотивирует во время того, когда у тебя плотное количество матчей в сезоне и так далее. Ты в момент, когда там смотришь уже этих сотни демок и так далее, и понимаешь, что где-то уже тяжело, ты себе постоянно внутри говоришь, я должен сейчас все сделать до конца, чтобы самим собой быть честным, что я приложил все, а результат он уже будет перед тобой. То есть результат вторично по отношению к той работе, к качеству работы, которую ты проделал. Ну, конечно, важно, все мы работаем ради результата, но при этом в моменте нужно отдаваться на максимум и стараться делать все четко. Слушай, мы с тобой сегодня таких много базированных вещей, ну, в первую очередь, как бы ты вот подчеркнул, да, там, какие-то, ну, реально базовые вещи, которые там, ну, сильно перекликаются с какими-то принципами других видах спорта и так далее. А вот если вот выбирать, вот какой наиважнейший урок вот ты получил за свою тренерскую карьеру на текущий момент? Ну, думаю, что не то чтобы урок, а просто такой маркер для себя, что эмоции, оверо, они никогда не приводят ни к чему конструктивному. Даже если ты чувствуешь, что тебя где-то захлестывает, тебе нужно быть последовательным, тебе не нужно стараться хвататься за все, я сейчас делаю то, пятое, десятое, тебе нужно быть последовательным и конструктивным. У всех есть свои эмоции, у всех есть личные проблемы, у всех есть внешние, внутренние проблемы и так далее. Но если они будут выражаться, то ни к чему хорошему это не приведет. Надо стараться быть всегда с холодной головой, я как раз с этим настроем стараюсь работать. Серег, возможно, у тебя есть какой-то вопрос, вот вообще какая-то, возможно, тема, о которой ты бы хотел вот в рамках нашего сегодняшнего интервью поговорить, но я этот вопрос, я эту тему не поднял. Есть ли что-то подобное? На протяжении, за вот, особенно последние три с половиной года, сколько я тренирую, основную вещь, которую я для себя еще подчеркнул, это что все зависит только от себя. Не нужно искать ни в ком, ни в чем и так далее. Нужно как раз на себя. Только ты влияешь на то, как у тебя будет складываться карьера. Да, есть там переменные и так далее, на которые ты не можешь повлиять, или тебе просто нужно над этим работать, но overall нужно в первую очередь смотреть всегда на себя. Ну что, Серег, я думаю, мы сегодня можем с тобой закончить. Вообще тебе понравилось сегодня вот наше интервью? Да, мне интересно было. Потому что, допустим, когда проходят какие-то киберспортивные интервью, там базовые вопросы. Грубо говоря, все это говорят и все повторяют одно и то же, все одно и то же и так далее. И ты ответственно подошел к работе и интересно. И есть ребята, которые работают там в студии-аналитиках и так далее, которые интересно подходят к своей работе, но в большинстве случаев это невозможно слушать. Ну, откровенно говоря. Вот включаешь трансляцию, просто зачем вы это делаете, ребята? Ну, вам платят деньги, вам платят деньги. У вас есть примеры зарубежных, у вас есть примеры из большого спорта. Вот на это надо в первую очередь смотреть, как там работают ВПЛ, допустим, люди. Что они там спрашивают, как они это преподносят, да. И если люди будут к этому стремиться, это будет интересно смотреть, слушать и, соответственно, приходить отвечать. Окей. Ну и мы немножко подрастем. Окей. Я на самом деле очень рад, что тебе понравилось. Я думаю, еще не раз мы, может быть, такой формат сделаем. Там где-нибудь лет через пять, когда там будет немного другой формат. Вот. И надеюсь, там будет гораздо больше вещей, о которых мы можем вот так же посидеть и поговорить. Спасибо тебе большое, Сережа. Спасибо тебе. Все. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok